Музыка 1973 год. В Белгороде высаживается десант инженеров-химиков и инженеров-строителей. Под руководством опытного профессионала, как сейчас бы выразились, прирожденного стартапера и Германовны Лугининой. Задача – создать в Белгороде самый передовой научно-образовательный центр – технологический институт строительных материалов. Забегая вперед, скажем, задача эта была выполнена и даже перевыполнена в несколько крат. Но вы это и сами прекрасно видите. Точка старта десанта – Казахстан. Чемкентский – технологический. Так что все действующие лица – люди опытные, молодые, талантливые, перспективные, с острым умом и огромным желанием совершить пусть и небольшую, но научную революцию. В числе команды и молодая семья, класса – Владимир Дмитриевич и Алиса Николаевна. Они одними из первых согласились ехать за своим учителем на другой край страны. Как-то мы с ней переговорили, говорю о том, что да вот надо бы где-то в другое место. Она как-то неожиданно. А вы поедете? Допустим, вот в Белгороде создается институт. Я говорю, поеду. И вот она поехала сюда, опять-таки здесь встретилась. И вот благодаря ее здесь встрече, значит, нас пять человек тогда. Она, ее муж, вот я, Салис Николаевна, и Барбанякров, пять человек у нас. Мы сразу сюда приехали. Это было в конце августа 73-го года. Мы сюда приехали, нам очень понравился город, ну, как-то люди понравились. И нас сразу же взяли на работу, сразу же дали жилье. Значит, Егерна предполагала, что поедет один только Виктор Корнеевич и Владимир Дмитриевич. Для них приготовили однокомнатную секцию. И Егерна на них приготовили двухкомнатную секцию. Но я посчитала, что почему я, Виктор Корнеевич поедет один, конечно, я поеду с ним. Сюда приехали, значит, все в шоке, места нету. И Егерна, она, ее человеческие качества. Она одну комнату отдает Владимиру Дмитриевичу, во второй комнате они живут с Аристархом Николаевичем. И так было несколько месяцев. Это кто так сделает? Это единицы так сделают, единицы так сделают. Всегда впереди всей команды Егерна. Человек с нечеловеческой работоспособностью, твердым характером, требовательная к себе и к окружающим людям, обладающая даром убеждения и заражающая других своими идеями, но при этом очень чуткая, внимательная, трогательная и душевная. Вот на пятом курсе у меня было что-то, я заболел, у меня было воспаление легких. И было очень, ну, такое состояние не очень хорошее. И она, значит, пригласила меня и предложила мне, значит, деньги для того, чтобы лечиться. Ну, я отказался, я сказал, что я найду способ и по-другому. И тогда она пыталась через Алиса Николаевна, мы уже дружили, были близко к тому, чтобы свадьбу сыграть. Ну, еще не были женаты. И она, значит, пыталась через Алиса Николаевна тоже предложить деньги для того, чтобы, ну, поправить мое здоровье. Сразу же по приезду в Белгород Ия Германовна возглавила кафедру технологии цемента и композиционных материалов. Непростыми оказались первые годы работы. Одновременно с чтением лекций, проведением семинаров и лабораторных работ преподавателям приходилось буквально строить свой вуз. Возводить стены, оформлять аудитории, создавать материально-техническую базу. И все эти годы мы, конечно, ну, как, строили. Все мы всегда отрабатывали, в общем, институт строили. Но так как приехали сюда трое ребят с хорошими руками, Владимир Дмитриевич, ну, особенно, конечно, Аристарх Николаевич и Виктор Корнеевич, они все могли делать. Они очень быстро все это организовали, весь лабораторный комплекс всех работ. Вот и печи сами делали, все делали, какие приборы были, покупали сразу же, сразу же все они, и рентгеновский кабинет, и термику, сразу же все устанавливали, настраивали. То есть мы, наверное, за первый год, когда сюда перешли, у нас уже все работало. До сих пор с великой благодарностью вспоминают сотрудники технолога, мужа и Германовны, Аристарха Николаевича, настоящего мастера своего дела. Некоторые приборы для практических исследований он не только изобрел, но и собственноручно собрал. Аристарх Николаевич защищал Исаакиевский собор. Он был всю блокаду там. Когда, значит, бомбили, значит, они вылазили на крышу, чтобы сбрасывать зажигательные бомбы. И как-то Бог миловал, в общем, не раненый был, ничего. И вот когда, значит, кончилась война, вернулись в Ленинград, Аристарх Николаевич почему-то поехал в Свердловск по делам. И там, спасая кого-то из-под трамвая, ему отрезало ногу. Чуть-чуть ниже колена. И Егерман тут же поехала туда, и они там, он был в больнице, они зарегистрировались. Вот это говорит о ее человеческих качествах. Вера в людей, преданность своей команде, умение пронести теплые, дружеские отношения сквозь годы. Вот что еще отличает Егерман. Мы все годы, все годы всегда, она у нас отмечали, они с Аристархом Николаевичем, а теперь, когда нет Аристарха Николаевича, уже много-много лет, на Новый год она никуда не ходит. Мы в одном доме живем, мы в первом подъезде, она во втором, она приходит к нам, и мы втроем отмечаем Новый год. Вот это вот уже сейчас по-стариковски. А так мы всегда, и Матвеев, и Владимир Дмитриевич, 3 сентября нас никогда не приглашают официально. Мы всегда идем к Егерману, мы знаем, что будет удивительного вкуса. Капустный огромный пирог, мы все это знаем, и всегда идем на этот капустный пирог. Нет, не только на капустный пирог, конечно, там все. То есть мы все эти годы, мы самые близкие друзья. Она никогда не старалась диктовать свое направление или свой подход, но максимально давала возможность творческому проявлению самостоятельности. И таким образом мы все оказались потом уже со своим самостоятельным, в общем, научным багажом. В научном плане, конечно, она, наш учитель, и была, и есть, и будет. Ия Германовна – основатель научной школы, во главе угла которой разработка нового направления механизма действия минерализаторов, теплотехнических основ обжига цементного клинкера, кислотно-основного взаимодействия в цементных системах. Вот как она очень часто сравнивала, допустим, с тем, как хорошая женщина варит, допустим, суп или борщ. То есть она должна в определенной последовательности туда направлять определенный продукт. А не все это вместе взять, в одну кучу смешать, а потом сварить. А так как не получится хорошая борщ. Точно так же технологии, вот это образное, наверное, сравнение, вот ее направление, я считаю, что главное, вот она, вот направление такое создала, что нужно обеспечить соответствующую последовательность всех процессов, чтобы получить хороший результат конечный. Результаты ее исследований опубликованы в более чем 300 научных работах. Ссылки на труды профессора Лугининой имеются как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе. В ее багаше 62 авторских изобретения, 4 патента. Но, конечно же, главное – это более тысячи учеников, многие из которых буквально пошли по ее стопам. Для аспиранта и Германова я руководителем группы выполнял на заводе в зимнее время испытания по внедрению тех разработок, которые вела Германова на заводах Казахстана. Это Семипалатинск был. Так вот, когда мы, отбыв там две недели, приехали сюда, был январь месяц, вызывает в себе кабинет, ну вот как, ну что, уважаемые, отработали, все нормально, как результаты, все расспросила, все нормально, в общем-то, очень довольна осталась. И потом спокойно так говорить, ну, уважаемые, а вот до экзаменов я вас не допускаю. Ну, сразу такое же неудобство, совершенно неудобство какое-то чувствуешь, как-то неловко, вроде бы швот, мы там и на заводе что-то делали, в общем-то, и не в последних учениках ходили. Но вы же работали, вам готовиться некогда было. Вот подготовитесь, тогда будете сдавать. Под руководством и Германовны защищено 28 кандидатских, 4 докторских диссертации. Она и сейчас готовит следующего аспиранта и по-прежнему остается верна своему делу. Она очень требовательно относилась к студентам, то есть к коллегам, несмотря на то, что мы там все юные, там где-то пропустить, очень строго относилась. Списать на экзамене у нее вообще невозможно было, никакими способами, никакими... На экзамене была тишина, всегда тишина. Невозможно было ни подсмотреть, ничего. Люди сдавали некоторые по несколько раз. Она всегда держалась так статно, уважительна, она вы всегда к студентам. И так красивая женщина. То есть она, помимо того, что и педагог хороший, многому нас научила. Советы всегда нам давала, чтобы мы о здоровье своем заботились. То есть она сама пешие прогулки любила, и нам всем рекомендовала, говорит, гуляйте, думайте о здоровье. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшей школы, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, ученый с международным именем, очаровательная женщина. И все это один человек. И я, Германовна Лугинина.